Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже до сих пор есть контейнеры со стервой 81. Недавно появилась в игре, машина довольно интересная, многие сравнивают с Центурионом, да и честно говоря, разработчики, мне кажется, забили осиновый кол в грудку данного танка, в частности на контейнеры. Все, я думаю, меньше стали реагировать, особенно после того, как на продаже появился Центурион всего лишь за усредненных 5000 голды в легендарном внешнем виде. Но все-таки некоторые игроки продолжают покупать данные контейнеры и пытаться достать себе новую машину, но все-таки что-то новенькое, всегда интересно и всегда хочется себе заиметь. Мне прислал Стас, спасибо, кстати, Стас большое за присланное видео, свою видеозапись того, как он открывал контейнеры на данную машину и по результатам данного открытия мы с вами вместе попытаемся ответить Стасу на его вопрос, который он мне задал. А задал он мне вопрос следующий, скажи мне, ГСН, а окупился ли я? И вопрос действительно очень сложный, потому что, как все вы знаете, для того, чтобы забрать гарантированно данную машину, необходимо слить, ну, достаточное количество золота. И я сомневаюсь, что если вы купите себе 30 таких контейнеров, то можно сказать, что вы окупились, если из 30 контейнеров смогли не выбить данную машину, а просто собрать ее частями сертификата на нее же. Поэтому, друзья, попытаемся вместе с вами ответить на вопрос Стасу в отношении того, окупился он или нет. Я хочу попросить каждого из вас, кто этого еще не сделал. Друзья мои, поддержите канал в его развитии, поставьте лайк данному видео, напишите комментарий со своим мнением по поводу темы видео. Ну и обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, потому что на этом канале вас всегда ждут свежие новости, быстрее появляющиеся, чем у кого-либо другого на YouTube платформе. Ну и однозначно исключительно честное мнение по поводу всего, что в игре происходит. Поверьте, я знаю цену каждой голдовой монете, а уж тем более реальным деньгам. И ни в коем случае никогда не посоветую вам купить что-либо себе из того, что может вас расстроить. Те, кто не первый раз смотрят мои видео, ну и соответственно смотрят их без подписки. Друзья, вам нравится мой контент, вам нравится то, что я делаю. Ваша подписка не стоит вам абсолютно ни гроша, а для моего контента и для моего канала это существенный ваш вклад в его развитие, ну и соответственно в поддержке канала. Спасибо вам большое за то, что меня поддержали. Спасибо, что подписались по желтому шильдику в правом нижнем углу. Ну а теперь давайте будем заценивать, что у Стаса получилось. Спасибо, что у Стаса получилось. Спасибо, что у Стаса получилось. Ну что ж, друзья, вот такое вот открытие у Стаса получилось. И давайте быстренько подобьем калькуляцию. Стас достал себе машину со второго контейнера. Он потратил 15 тысяч золота на то, чтобы эти контейнеры приобрести. Он приобрел 10 контейнеров и суммарно помимо машины получил легендарный внешний вид для этой машины. И получил еще назад компенсацию в количестве 13200 голды. 13200 вернулось ему назад. Два раза по 5000, 3000 и плюс еще 200. Стас, я тебе отвечу на твой вопрос в отношении того, окупился ты или нет. Маленьким коротким анекдотом. Когда с прошествием большого количества лет два бывших одноклассника встречаются на улице. Один одет как бомж и держит в руках кулечек подранный, в котором лежит его очень толстая медицинская карта. Ну а второй весь такой в дубленке, с барсеткой, с крутым мобильным телефоном, с золотой цепью на шее. И вот тот, который более худосочный, спрашивает у более жирненького. Ну что, как ты, что у тебя? Она говорит, да ты знаешь, в последнее время что-то как-то не прет. Цены на нефть пляшут. Не знаю, куда деньги вкладывать. Недавно жену на Мальдивы отправил. Пришлось ей там остаться еще на несколько месяцев. Потому что я не мог к ней выехать, так как был в Торонто на подписании контракта. А у тебя как? На что худосочный отвечает у меня? Да иди ты в жопу. Такой вот мой ответ тебе будет в отношении того, окупился ты или нет. Реально, Стасу вам досталась машина за 1800 золота. С учетом легендарного внешнего вида и огромного количества плюшек. Стас, мне бы твой фарт, я бы в золоте ходил. Друзья мои, вот такое открытие. Не я его, к сожалению, совершил. Но искренне желаю вам, чтобы и вам точно так же везло, как человеку, который эти контейнеры открывал и сбросил мне видеозапись этого открытия. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.